Доброе утро, дорогие друзья. Среда, все та же недельная глава БО. Давайте сегодня поговорим о самом сложном, о воспитании. Конечно, это не уложишь в пять минут, и это тема большого урока. Может, когда-нибудь доберемся до этого. Но пока по-быстрому, как говорят. Итак, представьте себе ситуацию. Машера Байну. Люди перед выходом из Египта. Решающая речь. Он выходит к ним, его видит весь народ. Эти слова запомнятся в истории. И что он им говорит? Он им говорит о воспитании, о детях. Казалось бы, это самый эпохальный момент. Но, те слова Боя, если вы почитаете, он трижды возвращается один и той же теме. Дети, образование, далекое будущее. Это, казалось бы, один из самых нелогичных поступков в истории лидерства. Машенник говорит о каких-то там глобальных проблемах. Он говорит о далеком будущем, о долге родителей воспитывать своих детей. Понимаете, вот это величайший человек. Сказано, что не было такого пророка, как Машей не будет. Он видел наперед в огромные, так сказать, дали. И вот этот вот далеко видящий лидер начал рассказывать нам, что самое важное, воспитывать детей. Ну, в иудаизме это давно, и вы знаете, есть такая пословица, кто является евреем, это тот, у кого внуки евреи. Поэтому один из самых великих людей в истории говорит нам, что самое важное, что требуется от нас, это воспитание детей. Надо понять, что нет одинаковых детей. Когда кто-то говорит, что есть один единый рецепт для всех, так не бывает. Но вот дать детям правильные духовные ориентиры, вот это вот зависит от родителей. Надо учить написанных детей важности и справедливости. Что у мира есть хозяин, они должны это понимать, им надо повторять это каждый день. Что добро, хотя бы, может быть, иногда и не видно, является истинным двигателем этого мира. Что заповедь о гостеприимстве и хорошее отношение к людям, это не просто разговор какой-то. Их надо воплощать в жизнь, чтобы стать человеком. Без этого, скажите ребенку, нельзя стать человеком. Надо воспитывать в человеке праведность, доброту, сострадание. Вы должны научить их даже таким вещам, что свободу. Ведь не зря мы говорим каждому, вы вспомните, что рабами вы вышли из Египта. Зачем? Надо их научить тому, что свобода это важнейшая вещь, и поддерживаться она может. Только законами и привычками к самоограничению собственному. Вы не можете все время ходить за ребенком, всю жизнь. Надо выработать в нем это. Вы должны постоянно напоминать им о уроках истории. Рабами были мы в Египте. Потому что те, кто забывают рабство, в конце концов теряют решимость бороться и за собственную свободу. Мы должны дать детям возможность задавать вопросы. Мы должны начать уважать их, потому что иначе они не будут уважать те ценности, которые мы пытаемся им привить. Можно ли это? Невероятно сложно. Как выйти из Египта? Родителям вообще сложно. А воспитателям, не просто родителям, а воспитателям быть еще сложнее. Особенно понимая главный постулат воспитания, что первое это что? Воспитывай себя. Воспитывая себя, ты будешь воспитывать детей. Рассказывать детям о вреде курения, затягиваясь сигаретой, практически бесполезно. Бог научил Маше тому, что настоящая задача заключается не в обретении свободы, а в ее поддержании. Поддержание духа свободы в сердцах последующих поколений. И это только образование, это обязательная вещь, которая должна прийти к людям. Нельзя это полностью делегировать там учителям школы. Да, они этим занимаются, но часть этого должна приходиться на семью, на дом со своими обязательствами, какими-то вытекающими из религиозного долга. Я не говорю убрать там квартиру. Дети, они подобны глине, которая ждет, чтобы ей придали форму. Родители это скульпторы, которые в значительной степени определяют судьбу своих отпрысков. Именно это имеет в виду Тора, когда говорит, что грехи родителей падают на детей до третьего-четвертого поколения. Маше был величайшим лидером, потому что он мыслил дальше, чем другие. Он знал, что реальные изменения в человеческом поведении это работа поколений целых. Поэтому мы должны поставить во главу угла воспитание наших детей в соответствии с нашими идеалами, чтобы то, что мы начинаем, продолжалось до тех пор, пока мир не изменится. Потому что мы изменились. Маше знал, что если вы планируете на год, сажайте рис. Если вы планируете на десятилетия, посадите дерево. Если вы планируете на века, воспитывайте ребенка. Урок Маше, которому 33 столетия остается убедительным сегодня. Еще, надо помнить, что написано, наши дети нам не принадлежат. Это чудесный подарок, огромное доверие и серьезная ответственность. Всевышний вручает родителям возможность привести в мир человека. Каждый ребенок – это отдельная индивидуальность. Я еще раз повторю, нет общих рецептов. Очень и очень важно усиливать положительные эмоции, подчеркивать их, давать ребенку их переживать. Любая самая маленькая неудача воспользоваться этим, чтобы ребенка, которого там какие-то проблемы или с учебой, превратить в какого-то лидера. За раз ничего не изменится. Но если раз за разом настаивая, то все изменится. В воспитании есть пункты, которые нам дают кабала. Первое – давать любовь им. Второе – четко объяснять требования. Третье – радоваться старанию больше, чем результату. Четвертое – хвалить за каждый эпизод, а не за целое. Пятое – уметь не замечать частных проблем ради главного. И шестое – уметь отличить любовь от чрезмерной любви, которая портят. Дающий должен давать то, что необходимо, а не то, что им хочется дать. И, наконец, последнее в этом вопросе. Забоясь о будущем ваших детей и внуков, вы должны искать гарантии, прежде всего, в вопросах духовных. Остальное не в нашей власти. Брахавы от слаха – очень жаль. Я бы еще, думаю, на час у нас тут есть урока. Ну, дай бог в следующий раз. Брахавы от слаха – всего самого лучшего.